Первая остановка – крестьянское хозяйство предпринимателя Эдуарда Павлова. В 2021-м по итогам конкурса он получил грант в 11 миллионов на развитие семейной животноводческой фермы в рамках программы субсидирования сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. Результаты глава региона оценил лично. Основное направление – растеневодство. Просто я посмотрел, там молоко сдают, мясо. И животное вообще-то, да, в том числе мы занимаемся элитным семеноводством. А, элитными? Да, элитными семенами. Мы производим элитные семена Егорыч и пшеницу Ирине. Кроме того, предприниматель рассказал, сейчас в хозяйстве 500 голов крупного рогатого скота. Из них 160 дойных коров. За 2021-й фермеру удалось произвести больше 500 тонн молока и 2000 тонн зерна. Второй точкой в Баендаевском районе стало село Ноголык. Здесь продолжают модернизацию санатория. Это было мое поручение. Мы выделили финансирование, там более 30 миллионов рублей, отремонтировали корпус. Сегодня там проходит реабилитацию. Многие жители, и не только района, но и Иркутской области. Я сам с ними пообщался. Развивать санаторий будут и дальше. В ближайшее время подготовят проект строительства грязелечебниц. В планах включить его в федеральные программы уже в 2024 году. Также губернатор осмотрел и ФАП в селе Ноголык. Объект возвели в конце прошлого года. И пока учреждение проходит процедуру лицензирования, работает в тестовом режиме. Сейчас лечение получают 25 человек. С гипертензией приходит. Понятно. С давлением дальше. На РВИ приходит. На РВИ. На Хармирище. Да. Повышенное внимание глава региона уделяет проблеме строительства и содержания дорог. Один из объектов – 15-километровый участок трассы Баендая-Ноголык. Так, на капитальный ремонт дороги предусмотрено больше 500 миллионов рублей. Финансирование заложено до 2023 года. В марте подрядчик уже выйдет на объект. А пока на место завезли инертные материалы. Замена идет основание частичное, асфальтобетон двухслойный. Вот уже подрядчик завез инертные материалы. В этом году порядка 20% земляных работ будет. 20% примерно уже по основаниям полностью пройдет. Также глава Приангария посетил Баендаевский этнографический музей. Решение о его строительстве приняли еще в 2010 году. Под комплекс выделили 3 гектара земли в окрестностях районного центра рядом с трассой Баендая-Ланцы. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, комплекс может работать в единой концепции с тальцами и стать еще одной точкой роста для развития туристической отрасли региона. Екатерина Сроватская. Новости. Сейчас. Сейчас.